Как обычно, немного про культуру. В 1940 году расстреляли Мейерхольда. Всеволод Эмилевич Мейерхольд, немец по национальности, отец немец, мать немка, вообще полный немец, что у нас с германской фамилией часто считают, что еврей, но вот Мейерхольд немец. Модернист российский, практик театрального гротеска, то есть он как раз был основной классик и теоретик модернистского театра в России 20-х годов, и затянулся, он был старый уже, думал, что ничего ему не будет, затянулась его игра в эксперименты, в революцию, революция уже в 30-е была не нужна, поэтому они его репрессировали. Он не понимал, что ему нужно на реалистическое искусство переходить и восхвалять срочно Сталина в каждой пьесе. Но дореволюционный он, 1874 год рождения, то есть когда его убивали сталинисты, это был старик 66 лет, которого они жестоко питали. Окончил в Пензе гимназию, потом поступил на юрфак Московского университета, принял православие и поэтому все было. Вообще-то он Карл Казимир Теодор Мейерхольд, и при рождении он был лютеранин. Но Российская империя, он потом и в партию вступил, Мейерхольд, он как-то пытался, так сказать, вписываться. При царе православие принял, при большевике в партию вступил. Ну, бросил он юрфак, перешел на второй курс театрально-музыкального училища, и непосредственно вообще-то Немирович Данченко и Станиславский, они с Мейерхольдом работали. Хотя они были, в общем, реалисты, да, скорее, он был модернист в искусстве. В 1898 год кончил он театральное училище, вступил в труппу художественного театра, то есть, собственно, первоначально у Станиславского там работал. Ряд крупных ролей у него было, в основном царей там всяких играл. В 1902 году он все-таки забил на МХАТ и начал самостоятельную режиссерскую деятельность. В Херсоне у него был собственный театр. С 2 по 5 год они поставили 200 спектаклей, гастролировали. Потом все-таки Станиславский его пригласил все-таки в Москву обратно. И в Москве он тоже ставил заумные всякие символистские драмы. Метерлинка, про которого я рассказывал, и Ипсена, про которого я тоже рассказывал. Короче, репертуар у него, дай бог, еще был такой. Там такой репертуар, что можно просто читать и сразу за ум. И он еще его и ставил все это заумным способом, так что сюрреализм там прямо пер. Ну, и самая известная про Мьерхольда, это пародия, которая в 12 стульях. Вот театр в 12 стульях, который там черт знает что сделал из Гоголя и так далее. Вот это пародия Ильфа и Петрова именно на Мьерхольда, который был очень популярен в 20-е. Вот там как раз все про Мьерхольда глазами сатириков. Ну, значит, тем не менее, довольно быстро он разругался со Станиславским, и этот конфликт вообще характерен. Значит, Станиславский писал про Мьерхольда позже. Насловно. Талантливый режиссер пытался закрыть собой у артистов, которые в его руках являлись простой глиной для лепки красивых групп, мизансцен, с помощью которых он осуществлял свои интересные идеи. Но при отсутствии артистической техники в актеров, он смог только демонстрировать свои идеи, принципы искания, осуществлять же было нечем и не с кем. Конечно, Мьерхольд Станиславский злобствует, конечно. Потому что Мьерхольд как раз много работал с актерами, то есть Станиславский обвиняет, что сам по себе человек был умный, это самый Мьерхольд и талантливый, но с актерами работал мало. Это неправда. Именно Мьерхольд разработал систему работы с актерами в биомеханику. Так что загибает Станиславский. Просто у них противоположные системы, у Станиславского и у Мьерхольда. Ну, все-таки у него, естественно, связи были в высших всяких кругах богемы Российской империи. Вера Комиссаржевская его пригласила в Петербург, и он был главным режиссером драмтеатра Веры Комиссаржевской. Она была актрисой, сделала свой театр, но популярный, денег много, и наняла Мьерхольда как режиссера. Однако, несмотря на то, что он сделал массу скандальных постановок, где он, значит, сделал драму по Леониду Андрееву, опять Ипсона ставили, опять Миттерлинка, сделали там еще балаганчик Александра Блока, то есть все-таки декадентский абсолютно театр на декадентские тексты. Называлось все это театр условностей, несмотря на то, что, в принципе, богема-то ценила, что какие-то вот эксперименты, так сказать, допустим, кто-нибудь там выходит, становится на голову и читает какую-то полную хрень, вообще даже и текст какой-то чокнутый, а он еще и на голову стал. Но, тем не менее, Вера Комиссаржевская была женщиной, и ее интересовали деньги, и она его уволила, потому что денег не было. Массовая публика на такую херню не ходила, такую принципиально революционную, да. Значит, труп оказалась на грани разорения, несмотря на то, что круги декадентов были прямо в восторге, да, там блок, все такое. Все, значит, она его уволила, и кроме того, он у нее в суд подавал Мирхольд, что это Комиссаржевская виновата, что дохода нет, а не высокое авангардистское искусство Мирхольд. Ну, вот такой тоже был, значит, конфликт, это все еще царская Россия. Потом 1912 год он ставит в Терриоках спектакль по пьесе испанского драматурга 17 века Кальдерона, барокко. Вот я уже говорил, что, в принципе, все нереалистические формы искусства, они, во-первых, повторяются циклически, где-то на рубеже веков. Во-вторых, они походят, и самое первое, пожалуй, барокко было. Поэтому, короче, допустим, Шекспир, это же барокко, а потом вытащили Шекспира романтики, да, потом вытащили Шекспира и символисты, и так далее. И вот это он сослался на самый первый такой модернизм испанский Кальдерона. И тоже хотели сначала его поставить на природе, но потом у них там что-то денег не хватило. При свете горящих факелов хотели поставить, ничего, то есть не сделали, поставили в помещении, но потом Мейерхольд все время хотел на природе снимать, на открытом воздухе. Ну, не снимать, а ставить спектакли, да. Потом мы его пригласили в императорский Александринский театр. Вообще, при царизме Мейерхольд был один из главных режиссеров в Москве. Конкурировал со Станиславским, хоть и модернист. Ну, вообще, при царизме господствовал модернизм. Там Есенин, любимый поэт царя, вообще хулиганил постоянно, такой же абсолютно был аналог Маяковского, только деревенский. Ну, ладно. Значит, в Александринке он тоже ставил кнута Гамсуна, Мольера перекосячил на символистский манер, Гиппиус он ставил, Зину Гиппиус, про которую у меня клип есть, Мережковский, Гиппиус. Кальдерона опять он ставил, Маскарад Лермонтова, как раз в 17-м году он поставил. Революцию поддержал Мейерхольд, в 18-м году вступил в партию, поставил Мистерию Буф Маяковского, ну, текст Маяковского, постановка Мейерхольда, можно себе представить, что там было. В кафе Красный Петух поставил пьесу Блока Незнакомка. Во время Гражданской войны действительно шла революция, официальное искусство было футуризм, Лончарский это все поддерживал. Естественно, официальный театр тоже был Мейерхольд. Все это, так сказать, было радикально, всевозможные идеи были полные отмены буржуазного искусства, радикального преобразования, и тут весь русский авангард он поддержал большевиков на тот момент. Ну, хотя, допустим, Мейерхольд бывал в это время и на юге, жил там и под Белым, его там арестовывала белая контрразведка. Есть фильм советский тоже про театр как раз времен Гражданской войны, и там, в принципе, есть пародия на Мейерхольд. Там есть Мейерхольд, правда, он по-другому там называется. Тоже на юге, сначала они под красными, потом приходят белые, и вот эти все идеи революционного театра, и даже примеры, типично сделанные под Мейерхольда, в этом советском фильме есть. Но, тем не менее, Луначарский его вытащил, который вообще модернистов поддерживал, и вообще был позитивист. Про Луначарского у меня клип есть, можно ознакомиться с идеологией Луначарского. Луначарский, я там говорил, он, в принципе, не совсем и большевик. Он вот тот самый империокритицист, которых Ленин критиковал в книге «Материализм и империокритицизм». Так вот, Ленин даже путем там и не читал, собственно, империокритицистов, а критикует он Луначарского там в этой книге, которого он как раз знает и читал. Ну и там, в общем, заметно сразу империокритицисты-то и написали, а что тут про нас-то ничего нет, тут все про Луначарского написано. Ну ладно, значит, Луначарский вытянул этого Мейерхольда, и там они занялись конкретно всем этим позитивизмом, бихевиоризмом там и всеми прочими делами. Значит, он заведовал театральным отделом наркомпроса, то есть Мейерхольд заведовал, в общем, театром в начале 20-х. У них были там уже курсы мастерства сценических постановок, то есть какие-то образовательные учреждения театральные. Вот там как раз в начале 20-х, с 21-го года он вводит биомеханику, то есть свою систему, хотя основу ее он заложил еще при царизме. Значит, биомеханика – это система упражнений, которые готовят актера физически к исполнению какой-то роли. Ну, например, допустим, женщина готовится к какой-то роли, в которой она плачет, плакать будет, там жаловаться, и она принимает какие-то жалостливые позы, и вот такую вот гимнастику делает, и таким образом она входит в роль. Значит, дословно Мейерхольд. Биомеханика стремится экспериментальным путем установить законы движения актера на сценической площадке, прорабатывая на основе норм поведения человека «Тренировочные упражнения для актера». Ну, то есть, вот какие человек принимает там позы или выражения лица, когда у него какие-то эмоции. Вот актер чисто механически эти позы принимает, и таким образом у него эти эмоции формируются. Вот идея. Это совсем уже грубо. Но у них была разработана как система, и, кстати, до сих пор, в принципе, применяется там в модифицированной форме всякие эти упражнения Мейерхольдовски применяются при подготовке всех актеров до сих пор. Там по типу он напрягся, расслабился, изобразил кактус и так далее. Именно телом тут. Суть, что именно телом. В основе биомеханики были концепции позитивизма, бихевиоризма, в основном американские, которые я тут уже описывал подробно. Ну, в частности, Джеймса. Все это можно набрать на канале и послушать подробнее. Значит, теория Джеймса о первичности физической реакции, и Бехтерева о рефлексах, соответственно, Павлова, ученика Бехтерева, про выработку условных рефлексов, да, концепции Тейлора об оптимизации труда. В общем, это бихевиористская идея формирования психики актера через систему физических упражнений. Значит, недавно я тут Скиннера рассказывал, основная идея Скиннера о бихевиористе какая? Что надо менять не человека, а условия. Вот примитивно к сценическому искусству, что Мейерхольд говорил, не надо, блядь, придумывать, что ты там, это самое, нищий, который просит подаяния и пытаться себя все время изображать нищего, так сказать, вживаться в роль. То есть не надо думать, что я нищий, я нищий, я нищий. А надо принять, допустим, позу нищего. И вот через эти упражнения, через изменение условий тела будет хороший сценический образ. Ну, особенно учитывая, что у него в основном-то условные всякие пьесы были, у него это особенно работало, потому что изображать обычного человека у него было не надо. Через какие-то странные там движения, странные сцены он передавал содержание, поэтому вот реализм по типу Станиславского Мейерхольду и не нужен, Балашину нужно было Мейерхольду. Чтобы тело было пластичное и изображало вот какими-то странными телодвижениями все вот, что надо, да. Поэтому биомеханика ему нужна была. Значит, система Тейлора, я расскажу обязательно про Тейлора, и у меня будет, конечно, курс менеджмента, если в этой войне я не погибну. Тейлор разработал метод научной организации труда, который включал экономию физической силы за счет изгнания лишних движений. То есть эта система была для рабочего, для конвейера фордовского. То есть ритмичные движения, вот, и в этом плане у Тейлора тоже была гимнастика, но производственная, да, чтобы на конвейере быстро работал. Из системы Тейлора, совершенно тоже позитивистской, бихевиористской, американской, Мейерхольд сделал выводы, что актер тоже должен экономить выразительные средства, чтобы у него было точное движение, которое вот как на конвейере точно, значит, двигается человек и быстро работает по этому. И поэтому актер тоже должен быстро работать, и поэтому эффективность у него будет уже в виде точной реализации задания режиссера. То есть Мейерхольд хорошо работал с актерами, вплоть до того, что он их воспитывал, что они должны точными движениями реализовать режиссерский замысел. Для этого нужен, чтобы физический аппарат, то есть вот на конвейере станок, а станком актера является его тело. Поэтому он должен тренировать свое тело, свой физический аппарат, и поэтому занимается специальной гимнастикой. Основы биомеханики включали там концентрацию внимания, ощущение центра тяжести своего тела и так далее. В этом плане Мейерхольд вел критику метода Станиславского. Метод Станиславского метафизический. Про Станиславского у меня клип тоже есть. Смысл Станиславского это вживание в роль. То есть сначала путь Станиславского изнутри. Он предполагает, что есть некая личность, что актер должен свою личность трансформировать в личность того, кто он играет, а дальше все приложится. Поэтому у Станиславского были методы вживания в роль, допустим. Чтобы, опять же, сыграть нищего, нужно недельку пониществовать. Почувствуешь, как себя нищий ощущает. Вот система Станиславского примерно. Я утрирую и то, и другое, там все было сложнее, но примерно так. Так вот, мы, бихевиористы, отрицаем вообще личности, что ли, во внутреннее, а полностью человек формирует за счет внешних условий, и эта идея лежит в основе метода Мейерхольда. То есть, метод Мейерхольда прогрессивный и основан на том, что нужно, наоборот, от внешнего, от внешних движений идти к внутреннему содержанию роли. Поэтому они категорически против. Ну, допустим, какой пример Мейерхольд приводил? Значит, Станиславский думает, что когда человек видит собаку, он сначала пугается, а потом бежит. Но на самом деле, говорил Мейерхольд, все наоборот. Человек сначала бежит, у него физическая реакция автоматическая на собаку. Ну, допустим, собака лает, да? Собака напала. Станиславский думает, что человек испытывает какие-то внутренние переживания личности, пугается, а потом бежит. Но на самом деле, все наоборот. Человек сначала бежит, потому что такая у него биологическая реакция, а потом он пугается, потом он все это осмысляет, как какие-то переживания своей личности, потом он начинает там хер дрочить, ночами думать, ах, на меня напала собака. Это все хуйня, которая будет потом, говорит Мейерхольд, совершенно верно, да? А сначала была реакция физическая. И вот вам, собственно, отличие позитивизма от метафизики. Вот Мейерхольд позитивист, Станиславский метафизик. Конкретно вот в искусстве. Ну и надо подчеркнуть, что я, как автор этого канала, категорически стою на позициях радикального позитивизма. Вот я в политике на позициях радикального анархизма. В плане методологии я радикальный позитивист, там последователь Рассела, Скиннера и так далее. Поэтому, соответственно, что Мейерхольда, я против Станиславского поддерживаю, Маяковского я поддерживаю против реализма и так далее. Вот это все авангардное искусство, авангардный театр соответствует в философии, в психологии позитивизму, а в науке, в принципе, в политике, да, в политике соответствует анархизм. Последовательный позитивизм в политике – это анархизм. Поэтому эти авангардисты фактически смыкались с анархистами. Хотя бы они там и в партию вступили, хотя бы там и Маяковский клялся, какой он большевик, фактическое понимание политики у него было анархическое, за что Сталин их расстрелял, изобретил. Потому что он все равно видел, что это революционеры. Вот они сто раз будут говорить, что они там все такие сталинисты. Все равно у них сама суть, она у них научная. А Сталину, как создателю системы угнетения, научная суть не нужна была, им нужна была метафизика. Поэтому он поддерживал реализм против модернизма и Станиславского против Мейерхольда. Немножко я там поглубже взял, зато в систему все приходит. Допустим, кто хороший, кто плохие, сразу понятно. Ну, еще Мейерхольд использовал достижения романского искусства. Он вообще изучал всякие культуры, другие. Итальянский народный театр, там использовался французские упражнения Жака Дальк Розе и так далее. Все там было сложнее, я просто философскую суть скрываю. Ну, вообще-то он доминировал 20-е, над чем смеялись Ильф и Петров. Вот Ильф и Петров издеваются над Маяковским, над Мейерхольдом, потому что они популярны, как раз, в это время. Создал государственный театр имени Мейерхольда «Гостим». 1920 год. В 1922 году женился на актрисе Зинаиде Райх. Но с 1928 года начинают преследовать авангардистов, я уже сказал, абориутов, там, последних авангардистов, всех гоняли. Маяковский сам застрелился, понял, что все уже не судьба, там ему быть главным автором СССР. Но вот уже в 1928 году подозревали в измене его, отправился за границу, задержался во Франции. Тем не менее, он не собирался эмигрировать и все равно в Москву вернулся. Но ошибка Мейерхольда, он был уже старый, и все еще думал, что вот эти революционные заявления большевиков, что это какая-то суть их режима, что его революционный театр пригодится. В 1934 году авангардистский спектакль «Дама с камелиями», в котором главную роль играла Зинаида Райх, посмотрел Сталин, и спектакль ему не понравился. Началась травля Мейерхольда за формализм, то есть за авангард. Зинаида Райх, их жена, написала Сталину письмо, где писала, что он не разбирается в искусстве в Сталине. Но в 1934 году еще можно было Сталину сказать, что он в искусстве не разбирается, а потом уже нельзя. Сталин уже был авторитет по всем вопросам. Но эти вопросы Сталин тоже понимал политически, понимал их хорошо, что ему не нужен авангардистский театр, он воспитывает людей бунтарями. Бунтари ему не нужны. Поэтому 8 января 1938 года театр Мейерхольда закрыли. Был приказ Комитета по делам искусств при Совнаркоме о ликвидации театра имени Мейерхольда. Станиславский предложил Мейерхольда работать в оперном театре, потом Станиславский умер. Мейерхольд работал в оперном театре, делал оперу «Регалетта», пытался поставить оперу «Игрок», «Балет» и так далее. То есть, короче, списали сначала Мейерхольда в «Балет», потому что там вроде как танцы что-то походят на авангард, да? И вообще на стиль Мейерхольда. Однако 20 июня 1939 года Мейерхольда в Ленинграде арестовали, провели обыск, жена там что-то протестовала против обыска. И через месяц жена Зинаида Райха была убита неустановленными лицами. То есть, вероятно, НКВД жену просто убило, потому что много скандалил. Да еще и Сталин написал, что он в искусстве не разбирается. После трех недель допросов, которые сопровождались пытками, Мейерхольд подписал на себя 58-ю статью. Он пытался жаловаться. У него, естественно, были знакомые среди руководства СССР, сам Сталин там и прочие ходили на его спектакли. Ну, Мейерхольд, допустим, дословно. В январе 1940 года Мейерхольд писал Молотову. «Меня здесь били, больного 66-летнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине. Когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам. Боль была такая, что казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток». Так вот издевались над Мейерхольдом, который всю жизнь искренно служил революции. Вот, допустим, Мейерхольд говорил, «С гимназических лета в душе моей я носил революцию, и всегда в крайних максималистских ее формах». Ну, вот крайний революционер, я говорю, фактически анархист, хотя он себя коммунистом считал. Вот за это, за то, что революционер. Так что у Орвелла очень реалистичное изображение советской действительности, когда подлинные революционеры, они же и первые враги большого брата. Значит, скрывали все это. Внучка Мейерхольда в 1955 году добилась реабилитации, но даже тогда ей не сказали могилу и не показали ей дело. Она на могиле Зинаиды Райх на Ваганьковском кладбище поставила общий памятник. Вот, только в 1987 году ей дали дело, она узнала, какого числа расстреляли деда и где реально похоронили. КГБ вот выдал дело в феврале 1988 года, точнее. В принципе, с 1955 года в СССР Хрущев, Хрущев в какой-то степени был троцкистом. И из этого исходил, из 20-х. 20-й он помнил хорошо. Поэтому в какой-то степени он возвращал те формы, которые были при Троцком, то есть авангард. Там был театр на Таганке, вот это оттепельное искусство 50-60-х, может быть я до него еще дойду, да, если жив буду в следующем году. Вот там, да, опять идет влияние авангарда 20-х годов. В связи с этим Мирхольда вернули, реабилитировали, опять начали его изучать, внедрять его в систему биомеханику. Это все было при Хрущеве. При Хрущеве новый подъем авангарда, и про это много будет. Правда, он уже постепенно переходит в постмодель. Имелась комиссия по наследию Мирхольда. В перестройку еще больше вернули весь авангард, интенсивно изучали Маяковского, и опять Мирхольда изучали. В перестройку в 88-м году создали мемориальный музей квартиры, проводились вечера памяти Мирхольда, создали в 91-м году центр имени Мирхольда ЦИН, и система Мирхольда процветала в 90-е в театрах. У меня там были актеры знакомые в Томске, и вот систему Мирхольда они мне показывали много раз, и я ее видел, как все это биомеханика выглядит. Потому что по биомеханике так и занимались в театрах 90-х. Архив есть Мирхольда, марки, самолеты имени Мирхольда, памятные доски. От него остались, у него статьи в основном были, книг не писал, но у него довольно большое собрание с ченим, состоит из лекций, статей, где он довольно много теоретизирует по поводу авангардного театра, то есть то, чем он занимался. Есть документалки про него, в частности, исторические хроники Сванидзе, 23-й год посвящены полностью Мирхольду, и там можно, кстати, посмотреть съемки, как биомеханика выглядела, вот их снимали, как они там двигались. Вот, множество документальных фильмов из советских, из постсоветских сериалов, из российских. Есть в сериале Есенин Мирхольд, Маяковский, естественно, там есть Мирхольд. В сериале Крылья Империи есть Мирхольд, правда, все изговнили там, но рассказывал я про сериал Крылья Империи недавно, так что туда ссылаюсь, там есть прямо маскарад. Ну и Берлина Курган тоже есть Мирхольд. Сейчас, да, признанный такой автор, модернист, 20-х, 30-х годов, в 40-м году расстрелянный. Продолжение следует...